пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум добрый 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 день друзья всех приветствую наконец-то наконец-то мы приступили к подготовке к егэ 2024 мне без вебинаров было скучновато если здесь присутствуют какие-то резервники то завтра желаю вам всем удачи чтобы у вас все было хорошо если есть ребята годовики то поздравляю вас с результатами и тех у кого 100 и тех у кого 90 плюс и у кого 80 плюс и у кого меньше всех поздравляю не переживайте за своих результатов никогда я временно перестала выкладывать отзывы потому что всем приходили результаты самые разные да все переживали но я еще буду выкладывать отзывы у себя в телеграм-канале так что звук до звук есть все будет соответственно обязательно заходите смотрите кому не ответила в к еще отвечу очень много сообщений не успевается все и так товарищи наверное здесь присутствуют те кто на летнем курсе занимается и те кто не на летнем курсе если вы на летнем курсе то на платформе нашей школковской у вас уже вышло домашнее задание также сегодня у вас выйдет ролик с краткой сжатой теории по номеру 10 и сегодня вы благополучно можете этот ролик посмотреть более того уже через неделю у нас будет домашнее задание по сочинению господа не забываем все ссылки традиционно в описании если вы еще не подключили курсы раздумываете об этом как-то да думаете на этот счет что-нибудь то сегодня действует промокод в описании заходим смотрим промокод на покупку летнего курса только сегодня он действует больше он никогда действует не будет далее также сегодня у нас последний день когда летник идет в подарок подарок он идет при каких обстоятельствах если вы покупаете годовой курс купили годовой курс ту и получили летник в подарок и завтрашнего дня идет повышение цен следовательно если вы хотели купить наши курсы то рекомендую сделать это непосредственно уже сегодня на летнем курсе сразу скажу такой ответ на важный вопрос будет что будет минимум четыре пробника лучше сразу же познакомиться с вариантом да безусловно мы с вами в августе только узнаем демо версию как будет выглядеть егэ 2024 мы поймем в августе но большинство заданий будут на месте все будут те же самые как и всегда то есть может быть несколько изменений будет но несущественно соответственно минимум четыре варианта в пробниках будет летом и соответственно четыре сочинения на экспертную проверку возможно я добавлю сочинение на летнем курсе но почему бы нет те кто уже купил годовой курс не забывайте что вам также доступна папка самые сложные темы там разборы текстов это самое сложное что есть вообще вега по русскому языку а теперь теперь не забываем все ссылки в описании все материалы прикреплены под вебинар на платформе и соответственно должен быть также storage со ссылкой на задание и на теорию которая у нас сегодня он должен быть в описании видео посмотрите пожалуйста есть он там так все посмотрим ну ксения сумина скажите когда добавите соответственно еще важненький момент друзья если вы хотите заниматься у нас по русскому и математике то обязательно покупайте бандал это самое выгодное что только есть вот бандал лучше всего бандал называется наковальна там у нас и русский и математика вместе вот так соответственно у вас и два летника в подарок и выгода по двум предметам сразу же так ксения сумины напишите пожалуйста когда добавите ссылку на youtube тоже потому что видимо кто то есть на вебинаре кто не занимается на летнем курсе и соответственно не имеет доступа к платформе и к материалам к нашим верно такс ну что открываем сегодня у нас с вами будет теория шпаргалочка ну и конечно же задание разберем теория вот она обычно как делаем обычно когда мы имеем дело с орфографией орфографии это задание где нужно допустим правописание слова как-то определить тут и приставки и суффиксы и окончания глаголов бывают орфограммы корня о ее послешипящий допустим и в суффиксе и в корне есть еще что еще есть не не слитные или раздельные н и 2 н следное раздельное дефицитное написание разных слов в общем очень много всего это блок заданий девять тире пятнадцать сегодня мы с вами разбираем задание 10 на приставке почему потому что она выражаясь молодежным языком не токсичное оно не мерзкое оно не противное очень приятное приставки это вообще класс задание номер десять давайте я покажу как она выглядит выглядит она вот так это то что мы сегодня будем с вами разбирать выполнять нам дается пять строчек в каждой по три слова нам нужно выбрать все строчки в которых одинаковая буква во всех трех словах ну например бездыха ныне сдобровать разбросать здесь будет выбор между за и с и мы должны понять какая буква если везде будет за например или везде есть то это подходит количество ответов сразу же можете запомнить для профилактики это вообще очень хорошо и соответственно ответов здесь может быть два три или четыре не забываем еще раз формат экзамена будет нам известен абсолютно точно в августе и вот тогда уже мы с вами хорошо еще раз дополнительно разберемся что изменилось но пока работаем по старому так секунду не ну вы ответ это не пишите зачем нам с вами ответы секунду секунду ответы нам с вами пока что не очень-то нужны вот мой вебинар вот мы чат мнение можете писать не проблема итак когда мы работаем с вами с орфографией с этим блоком который у нас сегодня задание номер десять обычно я делю теорию на две части первое это непосредственно теория вот она перед вами можете ее видеть файлик вам тоже доступен на платформе второе это шпаргалка шпаргалка это что такое есть какие-то сложные слова например вот давайте просто посмотрим здесь не все сложные мне не кажется они вот камень преткновения часто ошибаются в этом слове не понимают как оно пишется и мы его добавляем шпаргалку здесь есть слова которые допустим которых очень много ошибались которые не регулируются правилом и так далее и тому подобное и соответственно соответственно логично для нас что сделать всю теорию в одно место и четко ее изучить слова для запоминания в другое место в домашнем задании на сайте для всех участников щелчка я как как собственно сделала я написала в домашнем задании что вам нужно прорешав домашнее задание выписать свои ошибки соответственно вы можете распечатать шпаргалку вот эту и в ней подчеркнуть те слова которые для вас являются сложными ну или вычеркнуть простые и добавить от себя то в чем вы ошибались и потом этот список пополнять в течение года и таким образом у вас будет свой собственный как бы листочек на котором зафиксировано все чем вы когда-либо ошибались а теперь уже переходим непосредственно непосредственно к теории на сайте посмотрите посмотрят и через что вы заходите у меня бывает что я захожу на сайте с телефона мне не работает захожу с планшета работает по разному итак смотрим задание номер десять посвященная приставкам вся теория по этому номеру может делиться на несколько групп первая группа это приставки при при естественно эта тема самая сложная безусловно если вы по какой-то причине вот я буду объяснять правоописание слов по какой-то причине вы считаете что объяснение другое то вы должны запоминать так как вам удобно почему да потому что правоописание приставок при при регулируется значением давайте посмотрим это с самого детства знаем очень рано эта тема изучается приставка при два основных значения значение очень и значение перри значение очень легкая это премудрый пренеприятный превосходный вот такие все легкое значение перри уже сложное почему потому что многие думают что если поставить на место приставки при приставку перри то так оно и сработает все оно не сработает так нужно подставить значение приставки перри ну смотрите превращать Это, нельзя же сказать перевращать, это значение изменять, да, то есть значение приставки пере, значение иначе Преображать, то же самое, приступать, это как переступать через что-то Претерпевать, это как перетерпеть, да, опять переступить, да, преследовать, ну и так далее То есть абсолютно не всегда нам может быть понятно, что значит значение пере для пре И вот очень часто в таких словах ошибаются, и их я рекомендую вам выписывать, друзья, вот так вот Далее, приставка при, тут все попроще Есть значение близость к чему-то, расположение рядом, прибрежный, пригородный, привратник, прилюдно Вот, то есть, ну очень легко Пришкольный, приморский, привокзальный и т.д. Дальше целая серия значений, приближение, присоединение Эти значения, они, в общем-то, с близостью тоже сочетаются То есть это как бы к себе Приближаться к чему-то Присоединение, это, опять же, что-то соединить Близость с чем-то, видите, все очень сочетается по смыслу Ну и тут, понятное дело, есть пришить, да, это присоединение Приехать, прилететь, это приближение Прибавить, это что? Ну как хотите, так и понимаете Ну, например, присоединение Принести тоже, приближение, допустим, или присоединение Но также вы можете увидеть здесь отголоски других значений Если мы посмотрим, значение номер 4 Доведение действия до конца Для многих оно достаточно туманное Придумать, прибить Вот слово прибить Неужели здесь нет значения присоединения? Да вроде есть То есть, когда мы регулируем написание приставки значением Всегда присутствует субъективность И вас это не должно смущать Вы должны запоминать так, как вам удобно Неполнота действия тоже хорошее значение Простенько, и все с ним легко справляются Приоткрыть, присесть Также я бы добавила сюда слова Причудливый, прискорбный Причудливый, прискорбный Почему? На самом деле у них не совсем такое значение При, то есть, здесь нет Причудливый, это не значит чуть-чуть чудак Прискорбный, это не значит чуть-чуть грустный Но, проще всего их запомнить именно так Поэтому рекомендую их сюда зафиксировать Это очень важные слова Они в заданиях бывают супер часто Супер-супер-супер часто Нет, пренебречь даже и не так пишется, друзья Дальше, вот, посмотрели мы у нас список этих значений Может быть, вы имели Приберечь слово Видите? Приберечь Это, ну, может, в чьих-то, может быть, в своих Приберечь для сестры кусочек пирога Это совершение действия в чьих-то интересах Бывает еще больше всяких разных значений Из серии сопутствующие действия и т.д. Но для вас это не так существенно Ваша задача понять, как вам удобно запоминать И выписать слова, значения которых Или написание приставки, в которых вам непонятно Не забывайте, что в некоторых случаях здесь вообще слова, в которых нет приставки При или пре может входить в корень Ну и наплевать на это Вот, то есть решаем Смотрим на шпаргалку, выписываем все, в чем сомневались Отдельным блоком идет очень важная часть Вот она Это Амонимы, да То есть слова пишутся по-разному, а звучат одинаково Грубо говоря, это амофоны Не грубо, а точнее выражаясь Это амофоны, да То есть слова, которые звучат одинаково, а пишутся по-разному Посмотрите Пребывать и пребывать Очень часто люди ошибаются Вот напишите фразу, да пребудет с тобой сила Вот напишите ее, пожалуйста, в чат Друзья, да пребудет с тобой сила И вот мы смотрим Прибывать, приставка при, в значении приезжать То есть приближение Ну это же классно, это очень удобно запомнить Значит, нужно понять, что второе слово с другим значением пишется с при Если у слова нет значения приближение Прибывать в город, то есть приезжать Он прибыл в город, там, допустим, в 16 часов Есть значение приезжать? Да, все, пишем с при А если этого значения нет, то мы напишем с при И все Пребывать, то есть находиться Он пребывает, допустим, в деревне Находится в деревне Кто написал с при, да пребудет с тобой сила, тот молодец Потому что здесь же нет значения, что сила прибудет, то есть приедет куда-то Нет ведь такого значения, верно? А между прочим, в интернете чаще встречается неправильное написание этой фразы Да, пребудет, пишется в большинстве случаев людьми А правильно будет с при Потому что она же не приезжает никуда, эта сила Она находится с тобой вместе Вот и все И тут вот это вот действовать по методу исключения очень удобно в этих случаях Почему? То есть мы запомнили, что одно слово простое, у него четкое значение регулируется правилом А второе слово по остаточному принципу, то есть второе слово с при То же самое О нет, второй номер нет, он не то же самое Второй номер сложный Предать Можно предать друга, да, то есть переступить через него, условно говоря, через е А можно предавать, ну, допустим, значение Посмотрите, это простые примеры Есть еще сложные примеры, ну, например Предать огню Предать огласке Предать анафеме, да, допустим, предать анафеме Это отлучить от церкви или проклинать кого-то Вот, то есть не всегда понятно, как пишутся эти слова, надо их запомнить обязательно Они встречаются Старинное предание, ну, это простое слово Предел, предел Тут, опять же, предел, слово, возможно, многие из вас даже никогда в жизни не видели Предел церковный, чаще всего мы видим именно такое, такой вариант Церковный предел, предел храма То есть можно запомнить, как что-то, что пределано Хотя предел, это, допустим, одна из частей в храме Тут не обязательно, что она была пределана каким-то образом Нет, нет, нет Но можете запомнить так Предел совершенства, это по остаточному принципу запоминаем Ну и так далее Здесь еще целый ряд вот таких вот слов Я думаю, что вы можете с ними легко справиться Ну, например, преемник, приемник Можете написать в чат слово-сочетание с тем и с другим Преемник и приемник Тут они, кстати, очень хорошо регулируются правилом Дальше Презирать, презирать А вот тут интересненько Слово презирать Вы, наверное, даже могли его никогда в жизни не использовать Презирать То есть заботиться о ком-то Да? Милосердно к нему-то, кому-то отнестись Презирать можно сирот, погорельцев Стариков И так далее То есть кого-то, кто нуждается в поддержке и помощи А презирать Это полностью противоположно Это ненавидеть Да, презирать можно врага Презирать можно еще кого-то Преемник короля Старый приемник Совершенно верно Приемник это тот, который принимает То есть приближение к себе Сигнал, да? А преемник это тот, кто перенимает власть Например То же самое тут Преклонить, преклонить Преклонить это в значении Пригнуться Приблизиться Да? Преклониться Ну, к примеру, к земле Или преклонить голову к плечу То есть будет всегда понятно, что к чему преклоняется Да? Преклониться, опять же, можно под веткой А слово спре Оно сложное Потому что преклонить Допустим, преклониться в уважении Перед королем, опять же Или преклонить колено перед отцом И прочее, прочее, прочее Пожалуйста Запоминаем Сложные словосочетания требуют Внимания Ну, Максим Олегович Приемник отца тоже можно Если у отца есть приемник Но тогда у вас скорее было бы Слово радиоприемник Для того, чтобы всем все было понятно Приемник учителя Включить приемник Да, отлично Приступить Приступить Это легко Вы в теории все это легко можете посмотреть Претворить Претворить Тоже посмотрите в теории Тут слово претворить как раз является простым Претворить окно То есть не до конца закрыть Легко регулируется правилом А претворить По остаточному принципу Понимаем, да? Претворить жизнь В жизнь Вот это уже спре И последний Самый сложный Его расскажу И дальше мы перейдем к следующему правилу И можно сказать Мы с вами самое сложное уже сделали Мы обсудили при-при Это прям самое сложное Преходящий Преходящий Тут опять есть одно простое слово Другое сложное Преходящий Тот, кто очевидно приходит Да, приближается Вот Преходящий врач Врач пришел Преходящая медсестра То есть та, которая пришла Пришла к нам полечить котов Или собак А преходящий По остаточному принципу Вот если вам слово спре не подходит Со значением пришел кто-то То там пре Смотрите Преходящие радости и печали С такими абстрактными явлениями Используется вот это слово спре Преходящие ценности Преходящие печали Да, то есть те, которые недолговечны Когда-то они пройдут Закончатся Вот Которые переходят Как бы Можно вот так понять Тут нужно смотреть на слово Сочетание, на употребление И обязательно выписывать такие слова Где бы они ни были Обязательно нужно их выписывать В заданиях И так далее Переходим к следующему правилу Я его очень люблю Это мое Самое любимое правило Преходящий сон Давайте подумаем Ну как, нет Сон приходит скорее На мой взгляд Вот То есть Опять же Существуют такие слова Которые могли бы смотреться И в том, и в другом контексте Но Тем не менее Они Запустим Допустим Не будут попадаться в заданиях И скорее всего Если там существует Субъективный принцип Например Раньше у меня здесь было 10 пунктов Там был Такой еще пункт Преуменьшить И преуменьшить Вот Отличить одно от другого Практически невозможно Преуменьшить И преуменьшить Преуменьшить Это Очень уменьшить Да А преуменьшить Это чуть-чуть уменьшить Ну и вот я напишу Преуменьшить Заслуги чьи-то Я их очень уменьшила Или Совсем чуть-чуть Непонятно же По контексту Все Я это убрала Даже из теории Потому что Ну непонятно Вот Так Буквы И Посмотрим Это Шикарное правило Опять же Вы его в школе изучали Уже давненько Если у нас Есть какая-то Русская приставка Которая окончилась На Согласно Мы пишем Вместо И Посмотрим Есть слово Играть Есть слово Искать Есть слово Идейный И все они нам Совершенно понятны Мы знаем Что там пишется И Но только мы добавили К этим словам Допустим Приставку Которая окончилась На согласный И мы получаем И Вместо И Подыграть Разыграть Сыграть Посмотрите Отыскать Подыскать Разыскать Везде И так далее Если же Допустим Будет приставка Приставка По Что-то произойдет Нет Ничего не произойдет Потому что Приставка По Окончилась На букву О А это Гласная Ну например Поиграть То есть Буква И На месте Такие слова Тоже попадаются Дальше Есть какие-то Исключения Да Какие-то Отхождения От нормы Первое Это полноценное Исключение Которое Просто пишется Не по правилу Слово Взимать Надо его запомнить Оно пишется Через И Несмотря на ВЗ Дальше У него есть Однокоренные Вот на них Это уже Не распространяется Например Изымать Пишем С Все Дальше Приставки Меж И сверх Я полагаю Что как раз Это вы С детства Запомнили Потому что На этом Внимание Фокусировалось Вообще В школьных Учебниках Приставка Меж И сверх И после них Буква И сохраняется Межимпериалистический Сверхинтересный Сверхизысканный И так далее Легко После этого Идем К следующей части И видим Приставки Иноязычные По ним даже понятно Что они Иноязычные Дез Контр Пост Суб И так далее Посмотрите на них Очевидно же Что это не русские приставки И вот после них Буква И тоже сохранится Контр Игра Пост Импрессионизм Суб Инспектор Ну вот такое слово Конечно я в заданиях Никогда не видела Но почему бы и нет Транс Транс Иорданский Пан Исламизм И прочее Понятно Понятно Четвертый пункт Если у вас Слово вообще без приставки То есть оно Сложно сокращенное Вообще Честно говоря Четвертый пункт Похож на пятый Но мы не можем Их объединить Потому что Это же разное Здесь у нас Иноязычные приставки А здесь у нас Сложно сокращенные слова Но Они похожи Можете запоминать их вместе Мединститут Пединститут Медицинский институт Педагогический институт Спортинвентарь Спортивный инвентарь Спорт игра Спортивная игра Специнтернат Специальный интернат Вот что значит Сложно сокращенные слова И в них во все Буква И сохранилась То есть она там Где должна быть Там она и есть Да-да-да Ну Здесь не вообще все Приставки Иноязычные Перечислены Приставка Одесс Есть Ну вот она Пожалуйста Дезинформация Дезинфекция Последний Пятый пункт С ним повнимательней Потому что Я не знаю почему Я не могу это объяснить Но почему-то Этот момент Плохо запоминают Не знаю почему Двух Трех Четырех Это не приставки Нет И после них Логично Что идет буква И Но тем не менее У многих Вызывают вопросы Двух Импульсные Трех Импульсные Трех Ионные Четырех Игольные Посмотрите на них Здесь вообще нет приставок Как и в четвертом пункте И здесь И по праву Наличествует И тем не менее Многие хотят написать И Так вот Не надо Соответственно Это правило Очень простое Видите какое оно четкое Одно удовольствие Его изучать Вот само правило Мы поняли Русская приставка Окончилась на согласный Пишем И вместо И Если Приставка русская Но на гласный Пишем И По правилу Все логично Дальше Запоминаем Исключения Запоминаем Меж Сверх Иноязычные Приставки Сложно сокращенные слова И двух Трех Четырех Папам Бинго Подыграть Но поиграть Совершенно верно И это была простая часть А вот сейчас мы переходим К откровенно Очень мерзкой части Мы знаем У нас есть Твердые Мягкие знаки Разделительные Мягкий знак бывает Еще смягчающий Допустим Формообразующий Тоже Но нас интересуют Разделительные Когда они пишутся Нам тоже В общем-то Известно Посмотрите Здесь все прописано Разделители Твердые пишутся Перед вот этими буквами Е-е-ю-я После согласной Так Чтобы Вот это было После приставки Да То есть приставка Дальше какая-то Из этих гласных Е-е-ю-я И пишем между ними Твердый разделительный знак Так Так Мягкий знак Разделительный Когда пишется Перед е-е-ю-я А также буквой И Еще видите Вот она Тоже После согласной То есть между Согласной И вот этими буквами Но уже не после приставки А где-то в другом месте Где угодно Но не после приставки Вот По сути По сути В заданиях-то будут Слова где Либо твердые Либо мягкие То есть Они там точно есть Не может быть такого Что там вообще Прочерк надо поставить Нет В заданиях будет Либо твердый Либо мягкий знак И получается Нам с вами нужно Просто знать Из чего состоит слово Потому что твердый Будет писаться После приставки А мягкий Где угодно Но не после приставки И вам нужно понять Вот пропуск Он где В корне Может после корня Или после приставки И все Ну тут Есть слова попроще Вот посмотрите На мягкий знак Вьюга Вьюнок Крестьянин Обезьяна Легкие слова Соловьиный Вот пожалуйста Есть Опять же Под звездочкой Вот эти слова Тоже из детства Где у нас Перед буквой О Мягкий знак Пишется Вы на язычных словах Как раз Кроманьола Медальон Почтальон Бульон И прочее Вот они все Тоже Но я не думаю Что у вас с ними Будут трудности Опять же Есть совершенно Обычные И очень простые слова Без языки Например Или межъядерный Или подъезд Но это же легкотня Это легкотня А есть Слова посложнее Например Съемка Вот эти Объем Объятие Подъем Съемка Разъем Видеосъемка И прочее Те слова В которых Даже корень Вам не в полной мере Понятен А иногда Там Это уже может быть Все Один сплошной корень И такое бывает Так вот Эти слова Безусловно Вам нужно запомнить Ведь очевидно Что слово Предъюбилейный Вот мы видим Предъюбилей Легко Твердый знак поставили Очевидная приставка А есть слова Где она неочевидна И если вы в них Хоть сколько-то Сомневаетесь То вы должны Выписать их На летнем курсе У нас ДЗ уже вышло Там 25 заданий Это микс На основании Сборника Прототипов От ФИПИ Господа Да То есть Это задание Максимально похоже На то Что бывает На ЕГЭ И соответственно В течение года Мы будем с вами Прорешивать Задания Из ЕГЭ Прошлых лет Со всех Досроков Из всех Домоверсий Это тоже задание Из ЕГЭ Прошлых лет Все прототипы От ФИПИ Весь банк ФИПИ Конечно же Ну и авторские Задания От Школкова Все Это мы будем Прорешивать И там Будут как раз Такие задания Полностью похожие На то Что бывает На ЕГЭ И вот Из них Вы и должны Будете Выписать Все слова В которых Вы сомневались Сверхъестественные Совершенно верно Да Мы все Очень любим Сверхъестественные Я так прям Очень-очень люблю И там тоже Пишется твердый знак Потому что приставка Сверх На конце Х И дальше Буква Е идет Почему мы будем Поставить твердый знак Отдельное внимание Вот этим словам Возможно Кто-то из вас Решит загуглить Морфемный состав Этих слов И поймет Что в них Нет приставок Иноязычное слово Ведь мы же Заимствуем его целиком Мы же не заимствуем его По кускам Верно И есть какие-то Иноязычные приставки В иноязычных словах Когда мы эти слова Заимствовали Ну допустим Объект или субъект Мы Заимствовав их В них Опять же Выделяем корень То есть мы не выделяем Приставку Суб Или об В этих словах Нет Это уже корень Но тем не менее Тем не менее Твердый знак Там сохраняется То есть Отдельное внимание Посмотрите пожалуйста В теории Она у вас есть Под этим вебинаром А также под роликом На платформе И есть по ссылке В описании Этого вебинара Соответственно Вы Зайдите и посмотрите Сомневаетесь вы В этих словах Или нет Например слово адъютант Это наверное слово В котором чаще всего Ошибается в десятом номере Не знаю почему Мне кажется оно простое Но тем не менее Адъютант Адъюнкт Дизъюнкция Инъекция Ну если в каком-то Сомневаетесь Вы пишите На приставочке Посмотрите Ну я думаю Вы опять же Легко почувствуете Что это Иноязычные приставки Вот после них Твердый знак Присутствует Дальше А вот Еще одна патология На которой Следует сконцентрироваться Двух, трех, четырех Мы с вами знаем Что это не приставка Мы только что Это обсуждали Это первая часть Сложного слова Двух, трех, четырех Так? Не приставка Но После них Перед Е, ё, ё, я Все равно Пишется твердый знак И это Это вот Максимальная Практика Практика Господи Максимальное исключение Что может быть Более похоже на исключение Чем это Конечно Это надо запомнить Когда перейдем к практике Когда закончим с теорией Товарищ Нужно разобрать теорию Что мы будем практиковаться Без теории Конечно же нет Вот с теорией разберемся Мы сейчас на третьем правиле Нам осталось еще три Но нам остались Более простые правила Покороче И после этого Перейдем к практике Соответственно Это запоминаем Ну и все Вот твердый мягкий знак Я считаю Вызывает Очень много трудностей При, при И твердый мягкий знак К ним особое внимание А следующее правило Видите Они у нас чередуются Сложное, простое Сложное, простое Очень простое Буквы З и С На конце приставок Кто из вас готовился К ОГ И это правило изучал Ведь возможно кто-то из вас Ребята Только что буквально Готовился у нас же КОГ Да Есть же наверное Десятиклассники тут Может быть Про сотки Про баллы Я скажу в конце Господа Скажу в конце Не буду разрывать Ткань повествования Так вот Приставки Оканчивающиеся на З или С Это правило Очень простое Во-первых Нужно помнить Что таких приставок Не бесконечное количество Их вообще-то немного Они перечислены Надо их запомнить И Каждая из этих приставок Существует в двух версиях С буквой З и с буквой С Вот и все собственно И От чего же зависит их написание От того Что идет следом Если дальше идет Звонкий звук То пишем З Если глухой То пишем С Вот и все Легкотня Бездумный Д Возбуждение Б Взбираться Б Изрешетить Р Низложить Л Легко Бескомпромиссный К Воспарить П Вспугнуть П И прочее Ну если вы Вы должны понимать Что есть Звонкий звук Да Есть глухой звук Но иногда вы Допустим говорите Т И вам кажется Что звонко Видите Вы не звук назвали Вы букву назвали Т По сути здесь два звука Некоторые таким образом путаются Сами себя запутают Прямо на ЕГ И начинают сомневаться Хотя звук На самом деле глухой Вот если у кого-то Такие проблемы То изучите вопрос Определите для себя Какие звуки Звонкие Какие глухие К сожалению Я с таким тоже сталкивалась Что кому-то это сложно Дальше Так 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 Понятное дело Есть исключения Вы можете все это посмотреть У нас в шпаргалке Или в теории Так нет Не исключения А сложные слова скорее Да Вот эти Здесь здание здоровья Здешний здравствуй Зги Вот эти слова В них нет приставки Вообще Они пишутся З Это корень Дальше Низкий низший Здесь Вообще Нет никакой приставки Эти слова У кого-то вызывают вопросы Поэтому их добавили Есть Слова Которые начинаются с близ Это не приставка Это тоже Первая часть сложного слова Близ Близ Сидящий Близ Лежащий Это не приставка И не существует Версии с буквой С Всегда пишется З Надо запомнить И последнее Пожалуй Самое важное Для этой части И самое сложное Вы знаете Что существует Приставка С Верно Приставки З Не существует И бывают Такие слова Которые начинаются С нес Вот оно Пожалуйста Полюбуйтесь Но Поскольку буквы Нам пропускают Мы видим Не И дальше Пропуск И тут Перед нами Встает вопрос Может быть Эта приставка Не З Ведь дальше Г Здесь Ж Ну да Допустим Звонкий Многие пишут Нез Думают Что это приставка А такой приставки Нет Если вы увидели Слово Которое начинается С не И дальше З или с То вам нужно Понять Какой у этого Слово корень Ну посмотрите Незгибаемый Очевидно Что корень Гиб Приставка Не Отдельная Значит здесь Приставка Состоящая Из одной буквы Очевидно Это с Нездержанный Корень держ Приставка Не Отдельная Значит здесь Приставка Состоящая Из одной буквы С Незжатый То же самое А вот Допустим Слово Нездоровый Вообще Не содержит Приставки Если в нем Был бы пропуск Давайте посмотрим На этот расклад Нездоровый Вы смотрите на него Вы понимаете Что не Это отдельная Приставка Дальше Доровый Что Задоровый Очевидно И З входит в корень Вот и все Вам нужно Уметь Эти Случаи Отличать Друг от друга И все И это самый Сложный момент На ЗС Остальные попроще Помимо этого Есть еще приставки Дис Дис Они идут Особняком Встречаются Редковато Но Бывают И их надо Помнить Помнить Соответственно У них Другое Правило Написания Дис Пишется Перед Гласной Или Перед Твердым Знаком Дис Пишется Перед Согласными Дис Комфорт Дис Баланс Дис Гармония Дис Квалификация И прочее Любой Вариант Согласной Значит Дис Звонкая Глухая Без Разницы Вот это Надо Запомнить И это Очень важно Да 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 Так Экзамен Прошел Да Экзамен Экзамен Прошел Почему Все здесь Сидят Потому что Летний курс У нас идет Он стартовал Сегодня Ребята Кто к летнику Уже подключился ДЗ на платформе Не забываем Уже есть Сегодня у вас Также выйдет ролик С краткой теорией Для повторения Чтобы вам было удобно Но теория есть И здесь На вебинаре Тоже Обязательно Следовательно Если кто-то Не подключился К летнему курсу То вы можете Подключиться К летнему курсу Сегодня В ссылке В описании Есть промокод Он действует Только сегодня Скидка на летний курс Если вы Думаете Над покупкой курсов То Опять же Завтрашнего дня Повышение цен И сегодня Последний день Когда летник идет В подарок В общем-то Тоже выгодно Не забывайте Все ссылки В описании Абсолютно все Приставка Прана Впереди Она дальше Дальше Есть еще Два блока Они не очень Интересные Но все же Помимо ЗС Существуют Другие парные Согласные И приставки С ними Тоже присутствуют В заданиях ЕГЭ Например Вот такие Которые перед вами Под Над Пред От Ну они простые Каждая из них Существует в единственном экземпляре У них нет пары Есть приставка От Но нет приставки Од Нет приставки Пред Нет приставки Над Все Вот пожалуйста Просто посмотрите На них Убедитесь Что это для вас Не проблема И можете забывать И теперь буквы А и О В приставках Понятное дело Есть куча Всяких Дурацких Где они У меня Типа вот Под Над По На По За Разу По До Такие Я не думаю Что кто-то Будет в них ошибаться Они будут вам попадаться Завидной регулярностью Они не сложные Они очень простые Под Ложить Над Кусить Вам видите В этих приставках Могут пропустить Не последнюю букву А гласную Как раз Которая в середине Легко И есть два правила Которые надо знать Первое правило Это приставки Про Про Нужно запомнить Что у приставки Про Такое Специфическое значение Предок Предшественник Или что-то Исконное Древнее Первоначальное То откуда Все пошло Про язык Про родина Про родитель И так далее Про бабушка Про дедушка Из тех Которые нам Ближе Которые нам Более знакомы Если же у слова Нет такого значения То Соответственно Это приставка Про И тут Есть простые слова Ну например Пробежать Простоять Протащить Прочитать Проплыть Это приставка Про Русская А есть еще Приставка Про Иностранная Вот То есть у нее По сути два значения Выглядит то она Одинаково А значения Немного разные И отсюда Появляются такие слова Типа Про фашистская идеология Приставка Про С другим значением Или Про президентский Курс То есть В чью-то сторону В поддержку Кого-то Нужно Эту приставку Про Особо Запомнить Ну и Конкретное слово Для запоминания Это слово Про образ Его нужно знать Оно очень важное Прямо запомните Можете себе Выписать Так Целиком Не по частям Заимствованы Да-да-да-да Ну то есть Приставка Про Иноязычная Как иноязычные приставки Ад Ин Контр Да Они в другом языке Помогают образовать Какое-то слово У нас они уже Входят В состав Слова целиком Да То есть Не являются Отдельно Не выделяются Как приставки И приставка Про С другим значением Иностранного происхождения Да Есть в словах Вот об этом Вы должны помнить Это быстро Мы быстро проходим Вы что Здесь делать-то нечего Естественно Нужно Как сказать Вы хотите Медленно проходить Вот эту тему Есть тема посложнее Там приходится копаться На годовом курсе У нас очень много Роликов Ролики я записываю Ну вообще Ролики довольно сложно Записывать Вебинар вести легко Ну сначала К нему готовишься Делаешь материалы Потом Его проводишь И все Очень хорошо Ролик Нужно К нему готовиться Делать материалы Потом его записывать Это очень сложно Выстраивать все в студии Потом это монтировать 350 лет Проверять Теперь проверять Но тем не менее Роликов у нас Очень много В следующем году Будет еще много новых Ролики бывают С практикой Бывают с теорией Вот Ролики с практикой Тоже есть реально Это помогает Сэкономить время Потому что Вебинар все равно Он так или иначе Растянут А ролик Он максимально сжат И получается Благодаря роликам Вы можете Сэкономить время И очень многие Русские смотрят В записи Большинство не смотрят В онлайн Большинство смотрят Русские в записи У нас сразу Выставляются тайм-коды И плюс Есть ускорение Вы смотрите На удобной для вас Скорости По тайм-кодам Самое важное Вот и все Прорешивание Теории И т.д В дзе есть Смотрите Вот этот файл Который у меня Открыт Да Он У вас точно Такой же файл Вам не нужно Ничего записывать Вы можете записывать Тезис на самые важные вещи Если я буду Говорить со скоростью С которой Все могут записать Я буду говорить Очень медленно Друзья Это Вообще Это плохая идея Очень плохая Очень-очень У вас Соответственно Есть Все файлы Которые у меня Они есть у вас Они есть В описании К этому видео По ссылочке И они есть У нас на платформе Господа Если у вас летник Подключен То вы туда Заходите На нашу платформу Под этот вебинар И там все это PDF-очки Тоже всегда есть Поэтому не переживайте Нисколько Вот Ну и последнее правило Которое мы рассмотрим Больше у нас правил Не осталось И после этого Перейдем к практике Правило такое Приставки Раз-раз Роз-рос Мы их уже видели Сегодня Но по поводу Букв З и С На конце Так Так А теперь буквы А и О Нас интересуют И тут все очень легко Буква О Будет под ударением Буква А Безударная Если у вас ударение падает На приставку Значит там О Если ударение не падает Значит там А И тут логично задать вопрос Погодите А кто нам вообще Добавит Слова С ударением В задание Ведь это же Нелогично Так Все что под ударением Оно как правило Ну в большинстве случаев Если это не О-Йо После шипящей Не является орфограммой Верно? Получается Что? В заданиях Скорее всего Если и будут слова На эту орфограмму То с буквой А С безударной Ну посмотрите Розвальни Да Роспись Росыпь Но Развалить Да Розвание Развалить Роспись Расписать Расписание Да И Росыпь Рассыпать Вот она Пожалуйста Есть еще слова Такие Розлив и разлив Но их обычно Не добавляют В задание Именно фипишники Почему? Потому что Ну вызывают трудности Разлив реки Но допустим На розлив продавали Что-то И Вызывают вопросы Тут нужен контекст Не забывайте Что Ко многим словам Нужен контекст Без контекста Невозможно понять Какое именно Перед вами слово И всегда то Что в скобочках Читайте Есть отдельное слово Розыскной Раньше оно По правилам Раньше оно было Исключением И писалось Розыскной Будучи образованным От слова розыск Теперь уже По новым нормам Освежившимся Пишется Разыскной Друзья Русский язык Такая штука Там Вчера было одно А сегодня другое Нормы реально Меняются Чуть-чуть Это касается И ударений И образования Форм слова Например Более правильно Свитеры Джемперы Но допустимо С буквой А И вот это Происходит 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 Со временем И так же Произошло С этим словом Оно стало писаться Разыскной Через буква По правилам Русского языка То есть его Подогнали Под правило Убрали Из исключений Однако Многие этого Просто не знают Многие не знают Об изменившейся норме И учителя Очень часто Вам говорят Что слово Разыскной Это исключение И пишется Через О Половина Всех материалов Если вы будете Гуглить В интернете Будет с буквой О Другая половина С А С О Даже будет больше Следовательно Вывод какой Будет это слово В заданиях На ЕГЭ Нет Не будет Друзья Я почему об этом Так отдельно говорю Почему Потому что Скажем так Это популярные вопросы И вы очень часто Смотрите на всякие Такие субъективные Странные штуки В русском языке И говорите Господи А что мне делать В этой ситуации Если это будет задание Я не понимаю Например Популярный вопрос Есть синтаксический параллелизм И есть анафора Такие приемы В задании 26 Встречаются И вот они очень часто Идут вместе То есть они прям Вот в одном и том же Предложении И то и другое Синтаксический параллелизм Скажем так Подразумевает Использование анафоры И ребята говорят А что мне делать А как мне выбрать Между ними Вывод какой Значит в заданиях Они не должны Идти вместе Если одно из них Подходит под ответ Вот и все То есть задания Составляются людьми так Чтобы вы могли Их выполнить А не так Чтобы вы не могли Их выполнить Субъективные вещи И задание убирается Ну например Непричастный оборот Всегда выделяется Знаками Конечно нет Но в школьных правилах Мы изучаем Что всегда И в заданиях тоже Всегда Поэтому не переживайте Люди Которые составляют задания Они адекватные И они Не пытаются вас завалить Несмотря ни на что Нет 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 Так Ну теперь Кратко Напоминаю друзья Что Когда мы изучаем орфографию А номер 10 С приставками Это раздел орфографии У нас всегда есть Теория И есть шпаргалка О господи Когда мы на годовом курсе Дойдем до номера 9 Это орфограммы корня Вы просто обалдете Там столько материалов Там вот материал Слова с непроверяемыми Гласными для запоминания Огромнейший словарь С оглавлением Все по буквам Прям очень хорошо Очень удобно Так вот Задание 10 Теорию мы рассмотрели У вас к ней есть доступ На платформе И по ссылке в описании А есть еще шпаргалочка Вот же она И тут выписаны все слова Которые вызывают трудности Вы можете ее распечатать Можете просто ее открывать Периодически На телефоне На планшете На компьютере И выписывать оттуда Сложные для вас слова Здесь собраны слова Которые либо отходят от нормы Либо в которых Часто ошибаются Но вы можете Этот список пополнить Своими ошибками А какие-то слова Вычеркнуть вообще Ну а это вообще распространенная штука Образование не позволяет писать Образование не позволяет писать Разыскное через А Это Я такого сорта фразы вообще По многим поводам слышала По поводу русского языка Естественно Даже пока За то время Что я готовлю к ЕГЭ Нормы очень сильно сдвинулись Многие И касательно ударений И касательно Особенно образования форм слов И Кстати Между прочим Из-за того Что Во многих словах Ударение можно ставить И так И так Эти слова Когда-то были В словарике Ну словник от ФИПИ Вам в начале года Дается К заданию номер 4 На ударение И вам нужно Выучить все слова Оттуда Так вот Какие-то слова там раньше были А потом оттуда исчезли Почему? Потому что там Стало можно ставить ударение И так И так Вот, друзья Короче Шпаргалку вы посмотрите Мне смысла ее разбирать нет Здесь просто перечислены слова А теперь мы перешли К практике Если в сочинении Написать разыскной То вам ничего не снизят Потому что не должны Я лучше советую вам Ничего не писать Таких сомнительных слов Эксперты все-таки По-разному проверяют Там Субъективный фактор Присутствует, друзья Поверьте мне Ой, я про это еще Буду говорить Миллион раз Итак Открывайте файл С заданиями Он есть у вас Под вебинаром На платформе И есть также По ссылке в описании Вот здесь вот Итак У нас в файлике Пять заданий Сначала идут авторские Потом идут Задания с досрока этого года Я взяла Две штучки Чтобы просто вам показать Какие они были Итак Вот как выглядит задание Пять рядов В каждом по три слова Нам нужно Соответственно Вставить пропущенные буквы И выбрать Те номера Где во всех словах Одна и та же буква Бездыханный Очевидно Здесь будет З Потому что дальше Звонкий Д Не сдобровать Я увидела НЕ Я знаю, что НЕ Это отдельная приставка Смотрю на корень ДОБР Значит здесь Отдельная приставка В виде одной буквы Это может быть С Разбросать Пишем З Потому что дальше Звонкий Б Гидроподъемник Тут Конечно у многих Могут возникнуть вопросы А какой там корень Первую часть Слово вообще отбросили Подъемник оставили Только А какой там корень Ём Что это за корни Такие Съемка Объем Разъем Подъем И так далее У нас кстати В решениях Даже написано Ко многим подобным словам Какой там исторический корень И почему так произошло Но в любом случае Если есть сомнения Какие-то То просто запоминайте Про описание этого слова С твердым Неотъемлемый Это слово везде В списке для запоминаний В нем часто ошибаются Вот есть слова Приять Объять Отъять И в современном варианте Это принять Обнять Отнять И неотъемлемый Из этой серии Четырехъярусный Мы помним Что после двух Трех Четырех Несмотря ни на что Мы поставили твердый знак Подсвеченный Приставка под Мы знаем Что она ни от чего не зависит И пишется всегда одинаково С буквой Д Предписание То же самое Приставка пред Без вариантов Надстроить То же самое Над Без вариантов Видите как приятно Такие задания решать Просто с кайфом Межигровой Буква И Потому что после приставки Меж Буква И сохранилась Субинспектор Буква И Потому что приставка Иноязычная Сверхинтересная После сверх Приставка Сохранилась Превратно представим Вот есть слово Превратник Это человек Который возле ворот Да Близость к чему-то А Есть превратные представления Да Которые как бы Переступают через что-то Да Как будто бы Переврали А не что-то Ну Вот Можно таким образом Запомнить Непременные условия Которые невозможно Переменить Или отменить Предать огласки А мы с вами смотрели Это слова для запоминания Сложные Предать огню Огласки Анафеме И так далее Буква Е Запомнили Видите Довольно много у нас здесь Слов для запоминания Но это авторское задание Оно специально так и сделано Первый ряд мы не взяли Второй ряд мы взяли Третий ряд мы взяли И четвертый ряд мы взяли Да даже и пятый взяли Очень хорошо Выделим их зелененьким У нас везде здесь одинаковые буквы К каждому заданию у вас есть вот такие решения Если вы в чем-то сомневаетесь Голубым в них выделены корни В этом задании и в некоторых других тоже Вот В ответ вы можете выписать цифры в любой последовательности Два, три, четыре можете выписать по-другому Но если у вас будет хотя бы даже на одну цифру меньше Чем надо То у вас будет ответ засчитан как неправильный Друзья Пять вариантов ответов быть не может И один вариант ответов быть не может Это на данный момент Я напоминаю, что ЕГЭ по русскому языку Меняется не сильно То есть каждый год меняется Но когда он был Он серьезно поменялся в 2015 году И с того момента каждый год менялся по чуть-чуть Вот в 2014 году был еще старый формат В 2015 уже новый формат И каждый год чуть-чуть менялся экзамен Добавлялись какие-то задания Иногда они меняли нумерацию Вот это я больше всего не люблю Терпеть не могу Чуть-чуть меняли критерии оценивания сочинения Но тем не менее Даже если экзамен поменяется в августе Мы об этом с вами узнаем Он поменяется несущественно И плюс-минус все останется то же самое И скорее всего вот это задание не поменяется Потому что у него оптимальный формат Давайте посмотрим Давайте посмотрим на самое простое сначала Отблеск Какая красота Вот как прием всем на ЕГЭ жилой Отблеск Подтолкнуть Надписать Почему я выбрала такие буквы? А потому что во всех трех словах Неизменяемые приставки Иными словами приставки Которые пишутся всегда только так И ни от чего не зависят Так, дальше Другое простое Бессовестный Буква С Потому что дальше С Глухой звук Вскрыть Буква С Потому что дальше глухой звук К Расшифровать То же самое С Потому что глухой Ш Приставки БЕС ВС И РАЗ Вот такие Хорошо, приятно Теперь посмотрим на первое Прединвестиционный Слово инвестиционный Пишется с буквой И Но мы увидели Русскую приставку Которая кончилась На согласную И поставили букву И Вместо И Прединвестиционный Безинициативный То же самое Инициатива И разыскать То же самое Вот видите Даже неприятно Букву И Писать Согласитесь Так, дальше Изъян Надо запомнить Может не все знают Как это пишется Разыскать Почему пишется Через А Через А Вот это Ну, потому что Безударное Розыск Но разыскать Так Приходящее явление То есть То, которое Временное Но тут у нас Приоткрыть будет И приговор Ой Приговор Тоже как бы Можно запомнить Как пишется Приоткрыть Неполнота Приходящее слово Для запоминания Так, адъютант Это самое Сложное слово Учим его Субъект Тоже иноязычное слово Заимствовано С твердым Изъян Ну Можно тоже запомнить Кто-то в нем Это ошибается Итого Первое у нас Третье И четвертое Один, три, четыре Тут Опять же Вот Есть решение Где-то они даже Избыточные Где-то они вам Не понадобятся Но многим Они нужны Да Один, три, четыре Мы выписали в ответ Третье авторское задание Начинаем Сразу с простого Подкормка Приставка Под Без вариантов Предместник Ну А что это еще может быть Приставка Пред У нас никаких Вариантов нет Отбрасывая Отбрасывая Сомнения Каждая из этих Приставок пишется Только так И никак иначе Предыдущий Русская приставка Которая окончилась Согласный Букву И вместо И Постинфарктный Приставка Пост Иноязычная Буква И Сохранилась Розыгрыш Вот видите Здесь приставка Роз Пишется Потому что Опыт ударением Розыгрыш Но Разыгрывать Ну и Розыгрыш Приставка Роз Русская З Это согласная Значит И И уже Мы не выбрали Эти два ряда Проотец Ну наконец Буквы А О Проотец Это предок Предшественник Пропрезидентский Нет такого Что Пропрезидентский То есть Какой-то Президентский В древности Исконный Исконно президентский Нет такого слова В принципе Как и слово Прообраз Его не существует В принципе Есть только Прообраз Пропрезидентский Это то же самое Как Прокоммунистический Да Просоциалистический то есть поддерживающий что-то, про президентский курс, не обнесенный, приставка об. Опять же, существует ли приставка об? Она существует, но она обычно употребляется в терминах, в заданиях никогда не попадается, это исключительно иноязычная приставка, то есть она просто в природе существует, то есть мы не можем сказать, что ее вообще нет, она есть. Но очевидно, что здесь используется обычная русская приставка об. И этот ряд мы тоже не выбрали. Несбалансированный. Увидели не, поняли, что это отдельная приставка, посмотрели на корень. Баланс. Значит, здесь у нас одинешенько стоит приставочка из одной буквы С. Бесцветный, буква С, потому что дальше глухой звук. Несдержанный. То же самое, что несбалансированный. Отдельная приставка не. Дальше корень держ. Значит, здесь одинокая приставка из одной буквы. Вот она. И я выбираю этот ряд, наконец-то, хотя бы один рядочек. Ну и последний. Здесь есть слабо проще, посложнее. Начнем с самого простого. Прескверный характер. Очень скверный. Конфетка, супер, легкотня. Преклоняться перед талантом. Мы помним. Преклонить голову к земле. Преклониться под веткой, да, то есть совершить такое движение, но преклониться перед королем, перед ветераном, перед отцом в уважении и перед талантом тоже. Буква Е. Запоминаем. Превалировать тут надо просто запомнить. И мы выбрали только ответы 4 и 5. Итого у нас с вами пока что что получилось? И 3 ответа было, и 4 ответа было, и 2 ответа тоже. 4 и 5. Здесь у нас полностью все это отражено. И рассмотрим 2 заданица с досрочного ЕГЭ этого года. Ну да, да, да. Если 3 неверных, то автоматом оставшиеся 2 будут верными, это да, но друзья, тут есть такой моментик, а вдруг вы были невнимательны и ошиблись где-то в первых 3? Вы должны точно так же внимательно прорешать 4 и 5 пункты, а вдруг там будет что-то такое очевидное. Вы посмотрите и подумаете, так, 4, допустим, тоже не подходит. 5 подходит. Где-то в начале я допустила ошибку и пройтись по ним еще раз. То есть, если у вас уже 3 неверных и остается как бы 2 только, то вы все равно должны точно так же качественно с ними разобраться. Еще осталось всего лишь 2 задания. Но они уже не авторские, а из досрочного ЕГЭ 23 года, чтобы вы посмотрели, что задания на досрочном ЕГЭ и на реальном ЕГЭ, они ничуть не сложнее, они даже, пожалуй, немножечко попроще. Нет, ответов в ЕГЭ по русскому языку не от 2 до 5. Есть задания, в которых может все входить в ответ или одно что-то входить в ответ. Нет, это, например, задания 17 по 20 и задания 15. Есть задания 16, где 16, 4, 9-12, где в ответ идет от 2 до 4 цифр. Задания 22, 23 тоже формально относятся к этой категории, но там обычно бывает 2 или 3 ответа. В задании 25 и 21 неизвестное количество ответов, ну то есть в 21 минимум 2, в 25 1, 2, 3 и так далее. Мы не знаем. 26 и 8 организованы специальным образом, в задании номер 3 от 2 до 4 ответов, ну там еще есть задания, в которых мы выписываем какие-то слова. То есть нет, в заданиях разное количество ответов, и оно организовано по-разному. Мы можем вам, допустим, делать какую-нибудь красивую картиночку с количеством ответов для каждого задания. Новенькую. Все цифры в ответ... Вот есть даже такие люди, которые, ребята, они почему-то думают, что если, допустим, у них в задании 17 в ответ пошло 2, в задании 18 тоже 2 цифры, в задании 19 тоже 2 цифры, и уже они начинают бояться, переживать. А что это значит? А почему так вышло? Вот. То есть это, конечно же, безусловно, ну, как сказать, неправильно так рассуждать. Вы должны опираться только на правила. Нет такого, что составители подумали. Так, сейчас при помощи ответов я сделаю сложный такой рисунок из различных цифр, и там все будет везде по-разному, все очень будет разнообразно. Если вам уже попалось 4 ответа, значит дальше 4 ответа не будет. Нет, конечно, только правила вас интересуют. Не надо смущаться. Если у вас, допустим, в задании 17 почему-то всего одна цифра пошла в ответ, ну, значит так, ничего страшного. Если вы знаете правила, то все в порядке. Ну, да, 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 одинаковые буквы. Ну, вы должны только на правила смотреть. Итак, это задание было на досроке. Оно чуть-чуть, ну, на мой взгляд, нелепое. Хотя многое здесь... А, нет, не это. Нет, это нормально. Там, по-моему, либо 5-е нелепое, либо я нелепое не добавила. Смотрим. Предписание. Ой. Опять приставка пред. Легкотня. Надкусить. Приставка пред. Легкотня. Подправить. Приставка под. Легкотня. Вот. То есть легкая часть правила. Бескомпромиссный. С, потому что дальше глухой звук. К. Возросший. Приставка воз с буквой З, потому что дальше р звонкий. Нездержанный. Ну, тут приставка не. И дальше. Корень держ. Очевидно, вот эта буква является приставкой из одной буквы. Это С. Дальше. Прибрежный. Который возле берега. Претерпеться к боли. Это очень популярное словосочетание. Это, ну, оно часто встречается. Запомните. Привыкнуть. Приуныть. Ну, мы договорились запоминать, как будто бы мы чуть-чуть приуныли, да? Чуть-чуть унываем. Немножечко. Да? По, до. Брать. Приставка по, до. Не бывает по, да. Незавершенная работа. Приставка за. Нет приставки за. По, немного. По. Приставка по существует, но она всегда ударная. Паводок, пасынок, вот такое. Она не встречается в заданиях. Только по. Вьюнок. Не после приставки, значит, мягкий. Адъютант, мы с вами договорились выучить. Это сложное слово. Межъярусный. Между приставкой и корнем, значит, твердый. В любом случае, нам это уже не подошло. Итого у нас раз третье и раз первое. То есть это задание должно вам было показать, что наши авторские задания, а мы используем очень много авторских заданий. У нас база задач по-русскому несколько тысяч заданий. Я не могу пользоваться только заданиями, допустим, из банка ФИПИ, потому что в определенный момент начинает казаться, что они слишком простые. Как говорят наш преподаватель истории, Илья Хистра Актерович, он говорит всегда так. Мы всегда готовимся к ЕГЭ, которые уже прошли. А экзамен будет новым. И хотя экзамен по русскому языку, он, в общем-то, плюс-минус одинаковый, но ЕГЭ 2023, пожалуй, один из самых сложных, который я помню за последние годы. Там многие задания реально усложнились. Об этом я сняла ролик, и он выйдет либо сегодня, либо завтра. Новенький ролик, где я буду рассказывать о том, что было на ЕГЭ 2023, и почему это было чуть сложнее, чем раньше. Так вот, естественно, мы обязаны составлять какие-то задания самостоятельно от себя и чуть-чуть их усложнять, чтобы вы были готовы к чуть более сложным заданиям, чем те, которые уже когда-то были, на случай, если будет усложняться. И вот, соответственно, четвертое задание, я специально добавила задания из досрока, чтобы вы понимали, что те задания, которые мы решаем авторские, они, в общем-то, ну вот, в массе своей не отличаются от тех, которые бывают на реальном ЕГЭ. Ну а еще у нас есть усложненные версии заданий, конечно же. То есть наши задания, они не проще, нет-нет-нет. То есть они примерно такие же. Здесь мы берем в ответ только первое и третье, и больше ничего. Точно такие же решения у вас к каждому заданию. Если вы на сайте прорешаете ДЗ и отправите его, да, то есть отправите домашнее задание на сайте, то вы получите автопроверку. У вас будет красненьким неправильно, зелененьким правильно. И к каждому заданию вы увидите ответ и решение. Ну, смотрим. Зарисовка. Опять приставка ЗА. Что за фигня? Это очень легко. Неотправленная. Приставка ОТ. Ну вот, ОТ. А что еще может быть? Написать. Приставка НА. Вот. И это было на досроке. Но это просто, согласитесь, ничего сложного. Дальше уже правило идет. Избалованный. Приставка ИЗ, потому что дальше Б звонкий. Взрыхлить. Приставка ВЗ, потому что дальше Р. Мировоззрение. Ой. Воззрение. Воззрение. Потому что дальше З. Все. Ничего сложного. Очень красиво. Приостановить. То есть, как бы остановить, но не навсегда. Неполнота действия. Преобразовать. Это как приставка ПРЕ в значении ПЕРЕ, в значении изменения. То есть иначе. Приставка ПЕРЕ часто имеет значение изменения. При море. Возле моря. Близость к чему-то. Так. О. Например. И, И. Моя любименькая. Взыскать. Приставка русская. На конце З. Согласный. И. Разыграть. То же самое. Раз. Приставка. Согласный на конце. Буква И. Без искусный. Без искусный. То же самое. Без. Буква И. Пропала. Ну и вот этот ряд. Ну какой-то он дурацкий. Ну ладно. Решили сочетать буквы Е и И. Но слишком простой ряд получили. Уж лучше бы добавили ПРЕ, ПРИ еще одно. Не удивляйтесь, если у вас в заданиях когда-то будет два раза ПРЕ, ПРИ. То есть в одной строчке, еще в одной. Но все-таки это поинтереснее, чем вот это от, под, над. Вне атмосферной буква Е. Демонтаж буква Е. То есть без вариантов. Они никогда не пишутся иначе. Ну и дискомфорт. Это мы уже обсуждали. Приставка ДИС. Приставка ДИЗ. Есть еще приставка ДЕЗ. Да? Но. А, вы все же написали мировоззрение? Бывает. Так, так, так. То есть это даже задание с досрока чуть попроще, чем предыдущее, которое мы с вами сегодня решали. Это мы не взяли, это мы не взяли. А, мы взяли только два и четыре, что ли, получается. Пусть вас это не смущает. Вот, точно так же решение у вас, точно так же ответ. Файлик этот вам доступен. Итого, друзья. Претерпеться, это как бы привыкнуть к боли. А претерпеть боль, это совершенно просто другое слово, с другим значением. Это как перетерпеть. Если вы в этом усомнились, то вы должны это выписать себе, безусловно. Итак, друзья, еще раз. Это первый вебинар. Сегодня у тех, кто на летнем курсе, будет также ролик по десятому номеру. Под вебинаром и под роликом у вас есть теория и шпаргалка. Под вебинаром также есть файлик, вот этот вот, из которого мы задания решали. Там три задания авторских, два задания с досрока этого года. Более того, под этим вебинаром в описании видео есть ссылка на эти материалы для тех, кто не на курсе. Если вы не на летнем курсе, но думаете его приобрести, то в описании вы можете зайти и там будет, опять же, промо-код. Он действует только сегодня, потом он действовать не будет. Используйте его и покупайте летний курс сегодня со скидкой существенной. Если вы раздумываете о том, чтобы купить курс годовой, то не забывайте, те, кто уже приобрел годовой курс, у вас летний курс в подарок. Сегодня вы можете приобрести годовой курс, и у вас будет летний курс в подарок. Вот так. Эта акция заканчивается, как мне объяснили. И, соответственно, цены тоже будут повышаться. Ну, так бывает всегда. Цены всегда повышаются. Они, чем раньше вы покупаете, тем цена ниже. Все. Я напоминаю, у меня вышел на днях ролик. И этот ролик, он довольно грустный о тех ошибках, которые можно допустить на ЕГЭ. Это ролик про то, как слить ЕГЭ. Безусловно, возможно, вебинар даже смотрят некоторые ребята, которые готовились. Если вы сдали в этом году ЕГЭ по русскому языку по какой-то причине нехорошо, не расстраивайтесь. Вы всегда можете его пересдать. Это не повод для того, чтобы расстраиваться. И более того, вот в ролике в этом, вы можете посмотреть, он в плейлисте летнего курса есть, я как раз рассказываю о таких грустных ошибках, об обидных ошибках. Например, вот не рассчитали время, написали только часть сочинения. Представляете, кто-то не приступил к подготовке вовремя, хотя казалось бы, русский язык, да, а что там делать-то особо. Но те, кто готовился в последний момент, и вот недавно мне человек как раз в Телеграм-канале написал сообщение очень на этот счёт крутое, про то, что это ужасные нервы готовятся в последний момент. Многие не знают формата экзамена, многие не умеют распределять время. И вот представляете, даже если человек готовился, но недостаточно, пришёл на ЕГЭ и просто не рассчитав время, успел переписать только кусок сочинения. Если у вас в сочинении будет меньше 70 слов, то вы получите за него 0 баллов. Если у вас будет больше 70 слов, но меньше 150, то вас оценят по более такой низкой шкале, ну и так далее. Вот. То есть нюансов довольно много. И по этой причине, ребята, которые уже присоединились к летнему курсу, я вас очень поздравляю с тем, что вы заранее готовитесь к ЕГЭ по русскому языку. Чем раньше вы начнёте, а летом я не буду вас силой напрягать. Я, конечно, скорее всего, даже добавлю сочинений на экспертную проверку, да, то есть больше четырёх их сделаю. Но это так уж, для желающих. Так вот, вы, мы с вами вместе на летнем курсе составим представление о каком-то задании из каждого блока. Вот у нас есть орфография, есть пунктуация, есть задания по тексту. Допустим, есть задания по маленькому тексту, есть задания на заучивание. Плюс разборы текстов, плюс разбор варианта, различные вебинары по сочинению. В общем, те, кто уже готовится сейчас, вы создаёте для себя базу. Вы будете знать примерно, что такое ЕГЭ, и вы правильно сможете выстроить подготовку в течение года. И если, чем раньше вы начинаете готовиться в течение года, тем круче. Почему? Потому что чем раньше вы начинаете готовиться, тем меньше времени на русский язык в итоге вы потратите. Потому что вы будете готовиться постепенно, информация у вас будет усваиваться, и чем дальше вы будете работать над этим, тем меньше у вас времени будет отнимать каждый момент, любое повторение и так далее. То есть вы начали раньше равномерно, вот так, тоненьким слоем, размазали по всему году подготовку к ЕГЭ по русскому языку, и всё будет в порядке. Главное, готовиться правильно, то есть задавать вопросы. Как работать с заданием, вот как работать с заданием 10, я вам сказала, самое важное. Прорешали задание, открыли шпаргалочку, выписали туда слова, в которых ошиблись, вычеркнули те слова, которые не вызывают вопросов, периодически возвращаемся, повторяем. И также в следующий раз. Мы за год прорешаем каждое абсолютно задание, не один раз и не два раза, три или четыре, или даже больше. То есть, пожалуйста, готовьтесь правильно, приступайте как можно раньше, и тогда вы потратите меньше времени, и потратите его более правильно. Так, погодите, а вы точно знаете особенности ЕГЭ по русскому языку? Никакие произведения для сочинений читать не надо. У вас сочинения по тексту. Вот когда мы доберемся до вебинаров по сочинению, вы посмотрите их, я вам всё объясню, всё расскажу. Вы поймёте вообще вебинар, какое оно сочинение на ЕГЭ по русскому языку, и уже в домашнем задании у вас будут все необходимые материалы. А итоговое сочинение? Итоговое сочинение тоже будет. На летнем курсе всё теории? Да вы что? По-русскому довольно много теорий. У нас 26 заданий в тестовой части. Вы что? Не-не-не. Мы посвятим достаточно времени сочинению и разберём ещё задания из каждого блока. Но не все. Вы что? А зачем в кучу это сваливать? Можно спокойно, не торопливо. Вот у вас вебинар и ролик. Но сегодня, поскольку вебинар стартовый, я решила теорию на вебинаре тоже рассказывать. Обычно теория вся в роликах. Максимально плотно. Вот. Супер. Экономит время. Вот сегодня выйдет ролик. Ролик чисто с теорией. То же самое, что я рассказывала. Он на повторение. То есть ролик вам нужен для того, чтобы повторять. По вебинару повторять менее удобно. Это очевидно. Вот. Так что ролик можете не обязательно смотреть. Учитель говорит брать пример из литературы в ЕГЭ. Ну, это можно делать, но это делать не обязательно в своей позиции. Да. Так можно делать. Нет. Это в ОГЭ. Один пример из текста, а другой можно из литературы. В ЕГЭ по-русскому два примера из текста, а потом авторская позиция, а потом своя позиция. Вот там уже можно написать пример из литературы. Насчет годового курса детей из Белгородской области я, честно говоря, не знаю. Это надо у ЭМО спрашивать. Вот. О, по итоговому. Курс по итоговому сочинению у меня традиционно бесплатный. Я не вижу смысла делать его платным, но в этом году я придумала одну плюшечку. Поскольку в начале года ребята сдают сочинение плохо, неактивно, а экспертов хочется загрузить получше. Да, у нас экспертов много. И если что, у нас сочинение проверяется не кураторами, а экспертами именно в этом фишке. Так вот, итоговое сочинение, сам курс будет открытый, и те, кто подключает курс, они могут смотреть вебинары бесплатно и конспекты получать тоже. Но именно на закрытом годовом курсе, на платном, будут дополнительные ДЗ по проверке итогового сочинения. Вот. Они будут доступны только платникам. На бесплатном курсе, конечно же, нет, потому что, друзья, ну, проверка стоит очень дорого в русском языке у нас. Я даже не буду называть цифры, сколько я трачу денег на зарплаты экспертам. Очень-очень много. Поэтому я не могу добавить на бесплатный курс проверку. Не могу. Но тем, кто на годовом курсе по русскому языку, скорее всего, я буду каждый месяц давать домашние задания с экспертной проверкой по итоговым сочинениям. Дополнительно. Хотя я считаю, что экспертная проверка по итоговым сочинениям это чепуха, ну, то есть, в смысле, итоговое сочинение очень простое. То есть, именно написать его несложно. Но, чтобы вам было спокойнее, потому что всегда все ее хотят. Вот, будем делать так. Так, 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 так. Слава Богу, вы закончили 11 класс. И то верно. Ну, 11 класс – это круто. Университет посложнее, мне кажется. Ну, тоже интересно. Все, друзья, в общем-то. На вопросы я поотвечала. Теория, как обычно, под вебинаром. Ролик выйдет сегодня, но его можно не смотреть, потому что там вся та же теория просто сжата, чтобы вам удобно было повторять. Не забываем, что домашнее задание на платформе вышло еще до вебинара. Через неделю мы будем проходить с вами сочинение. И как раз через неделю у вас будет первый пробник с сочинением. Не пугайтесь пробника, вам нужно познакомиться с форматом экзамена. Вам нужно знать, какие там вообще бывают задания. Это же главное. Предупрежден, значит, вооружен. На сегодня у нас все. Друзья, удачи в подготовке. Не ленитесь, но сильно и не напрягайтесь. В ДЗ-25 заданий, по-моему, вообще просто с кайфом не так уж и много. Спасибо за внимание. Хорошего вам отдыха. Встретимся через неделю. Ролик, кстати, у меня выйдет новенький, видимо, еще дополнительно завтра, где я рассказываю про то, как усложнился ЕГЭ в этом году. Вот так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok